В зале заседания районной администрации состоялась 44-я сессия Совета народных депутатов муниципального образования Кашхабльский район. В ее работе приняли участие глава администрации Заур Хамирзов, главы сельских поселений, депутаты райсовета, руководители управлений и ведомств районной администрации. Первым депутаты единогласно утвердили решение о формировании состава конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности главы администрации муниципального образования Кашхабльский район. По данному вопросу докладчиком выступил председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев. Затем народные избранники утвердили отчет начальника управления финансов районной администрации Аслана Дагужева об исполнении бюджета района за первое полугодие 2022 года, а также о внесении изменений и дополнений в решении Совета народных депутатов номер 266 от 28 декабря 2021 года. Настоящим проектом решения предлагается утвердить исполнение бюджета муниципального образования Кашхабльский район за первое полугодие 2022 года по доходам в сумме 545 миллионов 430 тысяч 103 рубля 99 копеек. По расходам в сумме 541 миллион 761 тысяча 986 рублей 6 копеек. С превышением доходов над расходами в сумме 3 миллиона 668 тысяч 117 рублей 93 копеек. Следующее. Принять к сведению информацию о расходовании средств резервного фонда администрации муниципального образования Кашхабльский район в первом полугодии 2022 года. То есть приложение, которое у вас на руках видно, что средства резервного фонда в первом полугодии не расходовались. Что касается исполнения. По налоговым и налоговым доходам исполнение составило на 1 июля 2022 года 90 миллионов 356,1 тысячи рублей. При годовом уточненном плане на сегодняшнюю дату 211 миллионов 115,2 тысячи рублей. Это консолидированный бюджет. В том числе бюджет районного уровня, так называемого муниципального района. Годовой план 143 миллиона 274,2 тысячи рублей. Исполнение 60 миллионов 249,5 тысячи рублей. Это 42,1 процента от объема годового плана. Бюджеты поселений. Годовой план 67 миллионов 841 тысячи рублей. Исполнение 30 миллионов 105,6 тысячи рублей. Это 44,4 процента от годового плана. В сравнении с прошлым годом, если рассматривать показатели исполнения, то получается следующая картина. В прошлом году за первое полугодие поступления налоговых и неналоговых доходов составили 74 миллиона 845 тысяч рублей. В том числе район 51 миллион 235,9 тысячи. В бюджете поселений 23 миллиона 609,1 тысячи рублей. То есть по отношению к прошлому году в консолидированный бюджет района поступило на 15 миллионов 511,1 тысячи рублей больше, чем в 2021 году. Это 120,7 процента уровня прошлого года. В том числе район 117,6 процента на 9 миллионов 13,6 тысячи рублей больше. И поселение 127,5 процента на 6 миллионов 497,5 тысячи рублей больше, чем в прошлом году. Если сравнивать в разрезе налогов, то поступление выше по всем налоговым показателям. Наибольший темп просто сложился по следующим налогам. Налог на доходы физических лиц 115,4 процента к уровню прошлого года больше на 3 миллиона 76,4 тысячи рублей. Акцизы на ГСМ 127,5 процента больше на 2,5 миллиона. И налоги на совокупный доход 129,2 процента больше на 7,7 миллиона рублей. В структуре доходов районного бюджета налоговые доходы составили 55 миллионов 303 тысячи рублей. Это 92 процента от общей суммы. Налоговые доходы 4 миллиона 946,7 тысячи рублей. Это 8 процента от общей суммы налоговых и налоговых доходов. Безвозмездные поступления в первом полугодии составили 485 миллионов 180,6 тысячи рублей. Из которых дотации бюджета муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности составили сумму равную 114 миллионов 357 тысяч рублей. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов не поступали. Субсидии 195 миллионов 891,8 тысячи рублей. Субвенции 161 миллион 2,1 тысячи рублей. Иные межбюджетные трансферты 11 миллионов 839,5 тысячи рублей. Прочие безвозмездные поступления в бюджетные муниципальные районы 2 миллиона 629,3 тысячи рублей. Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 2 миллиона 259,4 тысячи рублей. Возврат остатков субсидий субвенции иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое обозначение прошлых лет из бюджетов муниципальных районов минус 2 миллиона 798,5 тысяч рублей. По остальным вопросам повестки дня парламентарии также проголосовали единогласно. На этом очередная сессия завершила свою работу.